Беженцы из Украины в Испании. Что мы знаем на сегодня? Обратите внимание, сегодня 16 марта 2022 года. Давайте для начала разберемся, в чем же разница между временным убежищем и статусом беженца. Итак, что дает статус беженца? Вид на жительство, который будет действовать как минимум 3 года. Специальный документ для поездок между странами ЕС. Право на трудоустройство и образование. Право на признание украинских дипломов. Право на социальное обеспечение и медицинские услуги. Какие права дает украинцам временная защита? Кроме возможности пребывать на территории Испании от 1 до 3 лет, временная защита дает право на проживание, доступ к рынку труда и жилища, социальную и медицинскую помощь. Правительство Испании заверяет, что заявления о временной защите будут рассматриваться в ускоренном порядке и по упрощенной процедуре. Что же выбрать? Скажу так, если вы собираетесь жить в Испании до окончания военных действий, то выбирайте временную защиту. А если же вы собираетесь в Испанию на ПМЖ, тогда старайтесь получить статус беженца. Кто может запросить временную международную защиту в Испании? Граждане Украины, которые пребывают в Испанию в поисках убежища. Граждане Украины, находящиеся в Испании до 24 февраля 2022 года, которые сейчас не могут вернуться в Украину. Граждане третьих стран или лица без гражданства, законно проживающие в Украине более 5 лет, на основании действующего вида нажительства и не имеющие возможности вернуться в свою страну. Граждане Украины, нелегально находившиеся в Испании до 24 февраля 2022 года и не имеющие возможности вернуться в Украину. Члены их семей, супруг, супруга и дети, независимо от того, родились они в браке, вне брака или были усыновлены. И другие близкие родственники, которые жили вместе с лицами, которые запрашивают международную защиту как часть семьи. Итак, главный вопрос. С чего начинать оформление временного убежища? Куда вообще обращаться и в какой последовательности? Ребят, я подготовила для вас пошаговый алгоритм действий. До 15 марта всем прибывшим беженцам или застрявшим украинцам-туристам в Испании нужно было обращаться в отделение национальной полиции «Полюсия националь», где заполняли заявления, оставляли свои контактные данные и ждали, что с вами дальше свяжутся. С 15 марта 2022 года в национальную полицию идти больше не нужно. В первую очередь вы должны позвонить на горячую линию, общую для всей Испании, по номеру плюс 34-910-474-444. На этой линии консультируют операторы на русском и украинском языке. Заранее подготовьте свои паспорта, потому что вам нужно будет продиктовать их данные. Дозвониться на эту линию довольно непросто. Сначала вас много раз будет отсоединять, говоря, что все операторы заняты. Но в какой-то момент вы попадете на музыкальное ожидание с просьбой оставаться на линии для соединения с оператором. В среднем это ожидание занимает 30-60 минут. Меня, например, соединили с оператором через 45 минут. Говорите, что вам нужна сита для подачи документов на временное убежище. Диктуете паспортные данные и выбираете дату. 15 марта, например, мне дали ситу на 23 марта, то есть на неделю вперед. Поэтому я вам рекомендую брать ситу еще до того, как вы сюда приехали, если вы уже в пути, чтобы не терять время в ожидании. Пункты подачи документов на сегодняшний день следующие. В Барселоне помещение Фира по адресу Авенида Риус и Таулет 12. В Аликанте, Сьюдат Де Ла Лус, это переоборудованное помещение киностудия и расположена она по указанному адресу. Мадрид, Центро де Формацион де ла Сигуридад Сосиаль де Посуэлло де Аларкон. Здесь тоже указываю адрес. По другим городам пока информации нет, поэтому если вы остановились далеко от вышеперечисленных городов, то идите в отделение Полиция Националь. При подаче документов на временное убежище вам нужно взять свой паспорт. На месте сделают фото и возьмут отпечатки пальцев. В центрах работают бесплатные переводчики, не переживайте. Также вам выдадут временную бумагу, подтверждающую предоставление временного убежища. На бумаге будут указаны ваши данные и присвоенный идентификационный номер иностранца, НИЕ. И через какое-то время изготовят и выдадут пластиковую карточку. По информации, полученной там же, временная защита дается на один год и дает право работать на территории Испании, а также право выезжать из Испании в другие страны ЕС и в Украину, в том числе, тогда, когда это нужно, без ограничений и лимитов. Еще одна плюшка временной защиты – продление срока действия украинских прав на управление автомобилем. Теперь срок их действия будет увеличен вместо 6 месяцев на год с момента получения временной защиты. И еще у всех украинцев со статусом временной защиты теперь есть возможность легально обменять украинские права на испанские. Об этом я сниму отдельный ролик, где поделюсь своим личным опытом обмена прав в Испании. Напишите в комментариях, если вам это актуально. Далее, после подачи документов на временную защиту, вы можете искать работу, подать документы в отдел образования в мэрии вашего города для оформления ребенка в школу. Важный нюанс. Я уточнила. В данный момент детей с временной защитой принимают в школу без прописки. Кроме того, для украинцев сейчас не требуется юридический перевод на испанский язык, так называемый хурада, таких документов, как свидетельство о рождении, свидетельство о браке или о смерти одного из родителей. Но если у вас есть такая возможность, я рекомендую сделать перевод этих документов. Для дальнейшей жизни в Испании они вам будут нужны. А еще в данный момент для беженцев не требуется нотариальное разрешение отсутствующего отца на оформление ребенка в школу, прописку и так далее. Если вы арендуете жилье долгосрочно, то я вам рекомендую сделать прописку. Для этого нужно взять ситу в мэрии вашего города, приехать туда со всеми вашими документами, плюс договор аренды, плюс письменное согласие арендодателя на вашу прописку, согласие каждого собственника недвижимости. Если вы будете жить у знакомых, то нужно их личное присутствие и письменное согласие на ваше проживание, если они являются собственниками жилья. Либо авторизация от хозяев жилья, плюс договор аренды, плюс присутствие арендатора. В Аликанте ситу на прописку можно взять по телефону 966-900-886. Номер указан. Попросите это сделать испанца или испаноговорящего человека, потому что по-английски там говорят очень плохо. Для запроса ситы вам нужно будет продиктовать по буквам свою фамилию, имя, телефон, имейл и номер паспорта. Это лучше подготовить заранее. Адрес аюнтамента в Аликанте прикрепляю. Следующий шаг. Если вы еще не оформили СИП, это полис государственного медицинского страхования, то вы можете это сделать бесплатно в любом центре де Салют. Ищите ближайший в Google Maps и рекомендую идти туда с переводчиком, потому что с английским в Аликанте туго. Без прописки сейчас дают СИП на 3 месяца, но я уверена, что будет его пролонгирование. Для подачи документов в школу на сегодняшний день. Сегодня звонила в департамент образования. Мне сказали, что нужен паспорт, прописка или авторизация лица, у которого проживает ребенок, и карточка СИП, о которой я только что говорила. Выбрать школу заранее нельзя. Вам назначат ближайшую доступную школу в департаменте образования. В Аликанте можно взять ситу на сайте sitaprevia.alicante.es. Там вы нажимаете pedir sitaprevia, выбираете раздел educación и затем matriculación. Вводите свои данные. Офис в Аликанте находится по адресу cayamaldonado 9. Присутствие ребенка не требуется. Только один из родителей и допустим переводчик. Если до этого вас выручали знакомые со звонками по Испании, то я все-таки рекомендую вам купить сим-карту местного оператора. На сегодняшний день самые бюджетные варианты без контракта – это DJI и Yamayo. Стоимость бюджетного тарифа будет около 5-10 евро в месяц приблизительно. Возьмите ситу в отделение банка Santander для открытия счета в испанском банке. В банке Santander сейчас можно открыть счет по украинскому паспорту без платы за его обслуживание. Чтобы взять ситу, введите в гугл «Сантандер Сита Офисина». Выбирайте ближайшее удобное отделение, дату и время. Будет лучше, если вы это сделаете после получения бумаги о временном убежище, где будет указан ваш идентификационный номер иностранца НИЕ. Этот номер нужен обязательно для совершения любых финансовых операций. На этот счет вы можете переводить деньги со своего украинского счета. Если вы планируете задержаться в Испании на длительный срок, то счет в банке вам просто необходим для следующих операций, таких как оплата обедов детям в школе, оплата коммунальных услуг, домашнего интернета, мобильной связи по контракту, элементарно даже тренажерный зал, детские спортивные секции, частная страховка, если вы решите ее оформить. Все платежи списываются автоматически, ежемесячно, с вашего испанского счета. Дальше. Если вам реально нужна одежда, обувь, продукты или какие-либо принадлежности, которых нет возможности купить, то идите в одну из благотворительных организаций, таких как Красный Крест, Фиарк, Коритос или Ассоциация Украинцев в вашем городе. Не стесняйтесь просить о помощи тогда, когда вам это нужно. У испанского правительства есть программа социальной поддержки лиц, которые обратились за убежищем и не имеют ресурсов для удовлетворения базовых потребностей в течение первых шести месяцев после подачи заявления. Это касалось статуса беженцев. Но какая именно будет предоставлена финансовая помощь для тех, кто подает заявку на временную международную защиту, пока неизвестно. На данный момент я не рекомендую вам ехать в Испанию с расчетом на то, что сейчас вам тут быстренько начнут платить пособия, дадут бесплатно жилье и вы можете сидеть на пляже и пить сангрию. Увы, Испания подойдет только тем, у кого есть где жить и за что жить. Ну, по крайней мере, на данный момент это так. Если появятся изменения в лучшую сторону, я буду обязательно вас информировать. Задавайте свои вопросы в комментариях и подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы быть в курсе самых свежих новостей. Ссылка будет в описании к видео. До новых встреч на канале Окно в Европу. Адьёс!